всем привет есть очередные интересные и некоторые интригующие новости события и заявления поговорим о интересных ситуациях в германии и в мире так что подписывайтесь на канал кнопка подписаться внизу под этим видео поделитесь этим роликом в ваших соцсетях и давайте к делу и так в германии как бурно обсуждают во всех сми прошли новые страшные преступления в городе крепит в земле северный рейн-вестфалия полиция подстрелила подозрительного мужчину перед кинотеатром cinemax который нес легковоспламеняющуюся жидкость и совершил поджоги в трех местах ранее по данным полиции подозреваемый сначала разбил окно автомобиля и поджог его затем он поджог свою квартиру и потом еще поджог офисное здание и уже в кинотеатре полиции удалось обезвредить подозреваемого выстрелив него при этом как сообщается подозреваемый это 38-летний иранец по национальности которые ранее уже привлекался к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений сопротивление сотрудникам правоохранительных органов попытки изнасилования угрозы и причинение ущерба имуществу а сейчас уже все списывает на психическое заболевание в общем страшно представить чтобы было если бы ему удалось совершить задуманное в кинотеатре в котором по словам сотрудника кинотеатра находилась около 150 человек но идем дальше есть интересные результаты нового опроса в германии как сообщает девальт ссылаясь на исследование you go большинство немцев за то чтобы канцлер олаф шольц возобновил прямые контакты с президентом россии после почти двухлетнего перерыва в опросе 59 процентов высказались за то чтобы эти два лидера провели телефонный разговор и только 26 процентов высказались против а 15 процентов не имеют определенного мнения по этому поводу а немного ранее сообщалось что шольц рассматривает возможность телефонного разговора с путиным накануне встречи большой двадцатки в бразилии в ноябре хотя как сообщает reuters министр иностранных дел германии аналина бербак из партии зеленых уже заявляет что владимир путин не готов к разговору с канцлером германии олафом шольцем то есть нет готовности обсуждать с шольцем тему посредничества в установлении мира в украине по словам бербак он отказывается принять мир и каждый день посылает очередной сигнал в пользу войны и разрушений в эти дни он даже не готов разговаривать с канцлером германии по телефон но вернемся к опросу в котором есть еще интересные цифры почти половина немцев считают что украина должна поступиться территориями с целью достижения мира с россией 22 процента считает что украина должна отказаться от украинского полуострова крым который был аннексирован россией в 2014 году еще 23 процента даже утверждают что киев должен отказаться не только от крыма но и от территории которые были оккупированы россией после вторжения в феврале 2022 года в общем как резюмирует девель 45 процентов опрошенных считает что украина должна поступиться территории против 39 процентов которые говорят что она не должна уступить ни одного сантиметра и идем дальше шольц объявил о миллиардных пакетах помощи украине об этом сообщил канцлер олаф шольц на совместном брифинге с президентом украины владимиром зеленским перед началом их переговоров по словам шольца до конца года мы при поддержке наших партнеров из бельгии дании и норвегии доставим в украину еще один пакет на сумму 1 и 4 миллиарда евро и в следующем году мы продолжим военную поддержку украины 4 миллиарда евро мы уже включили в наш бюджет это прямая двусторонняя военная помощь кстати и к этой теме также уместно добавить что канцлер германии олаф шольц говорит что продолжится и поставки оружия израиль по словам шольца мы поставляли и будем поставлять оружие мы приняли решение в правительстве которые также обеспечат дальнейшие поставки в ближайшем будущем но идем дальше оппозиция германии опять озвучивает резкие призывы премьер-министр баварии и лидер христианско-социального союза маркус зёдер ввиду экономического спада зёдер призывает к новым выбором и немедленной отставки федеральных министров роберта хаббека и аналены бербок зёдер заявил что правительство светофора находится в политической коме вот почему новые выборы как можно быстрее были бы правильным путем с медицинской точки зрения можно было бы сказать что эта коалиция клинически мертва и больше ничего не происходит подчеркнул зёдер при этом маркус зёдер назвал федерального министра экономики роберта хаббека и министра иностранных дел аналену бербок из партии зеленых лицами кризиса это главные герои они должны уйти в отставку но вместо этого оба вцепились за власть в общем вся оппозиция германии и это не только марку зёдер и альтернатива для германии и сара вагн неоднократно заявляли это но хаббек и бербок вообще на это не реагируют но идем дальше польша выступила с протестом против германии глава мид польши родослав сикорский назвал ошибкой решение германии по пограничному контролю сикорский предупредил что немецкий контроль на границе со всеми соседями подрывает смысл шенгенской зоны по его словам мы не принимаем это решение мы рассматриваем как на него реагировать введение контроля является ошибкой потому что реальным местом для контроля притока нелегальных мигрантов как в польшу так и в германию является внешняя граница шенгенской зоны а шенгенская зона не является собственностью ни одного из ее членов и вопросы управления ее политикой особенно в отношении третьих стран должны решаться совместно они в одностороннем порядке в общем возмущается сикорский односторонним решением германии а вот будет ли от этого результат от его протестов время покажет но идем дальше интересное сообщение из венгрии премьер-министр венгрии виктор орбан заявил что президент европейской комиссии урсула фон дер лайн и лидер европейской народной партии манфред вебер объявили что хотят свергнуть венгерское правительство и заменить его брюссельским даже уже назвали членов нового венгерского правительства по его словам венгры были шокированы тем что происходит в европарламенте поскольку их сознание запечатлился другой образ европы и европейской политики мы думали что там умные люди и что политические дебаты имеют более высокое качество но все это было полным беспорядком и это не то чего хотят венгрии именно поэтому он был вынужден вступить в дебаты и дать отпор в общем пока что сопротивляется орбан брюсселю но вот насколько его хватит остается интригой но идем дальше новый генсек нато марк рюте призвал членов альянса игнорировать ядерные угрозы из россии рюте считает что союзники в альянсе не должны бояться ядерных угроз которым прибегает президент россии в попытке ослабить военную помощь украине со стороны запада по словам рюте ядерное учение стран нато которые начинаются на следующей неделе продемонстрирует готовность альянса что мы готовы отреагировать на любую угрозу рюте заявил что нато сильно мы можем противостоять любому противнику у нас есть все необходимое чтобы гарантировать безопасность нато противостоять любой угрозе и нас никогда не запугают страны не входящие в нато которые пытаются нам угрожать это бесполезно пусть он лучше прекратит это делать но тут стоит обратить внимание что украина не есть членом альянса и что даже небо не закрыли от дронов и ракет а издание отмечает угрозы применения россии ядерного оружия в отношении украины они нато вот такие новости на данный час давайте теперь обсудим все эти события и новости в комментариях под видео уверен что вам есть что сказать подписывайтесь на канал кнопка подписаться внизу под этим видео спасибо всем за просмотр и за внимание берегите себя до новых встреч пока пока